снова здравствуйте дорогие мои как и просили большая гора посылок на столе плюс видите дополнительно стоит две большие коробки маленькая на балконе наконец закончен ремонт сделано освещение поэтому я могу делать съемку вечернее время ну надеюсь тень которая падает от искусственного освещения но не будет сильно мешать так да давайте наверно без долгих как это сказать то правильно сюсюканье начнем распаковку ну долго про них можно не рассказывать это наушники судя потому что у нас здесь всего две полоски они без микрофона да это наушники без микрофона стоит каких-то копеек тестировать особого смысла я не вижу вы знаете вот человека который придумал usb выход микро юсб просто юсб его дважды будут хранить его сначала опустят в гробу потом перевернут и опустят правильно но вот новый этот никогда флешка да вот что флешка что микро юсб правильно не вставляется да но появились новые варианты для синхронизации для зарядки это тайп c с любой стороной да ты правильно попадешь а для тех кто впервые взял такое устройство у него много кабелей и зарядок микро юсб да можно взять вот такие переходники были у меня уже белого цвета теперь черного по качеству достаточно симпатично все сделано по цене стоит там каких-то копеек надо заказывайте да здесь у нас что-то будет угрин югрин как правильно называть не знаю я бывает еще и похуже чем мутко могу по английски сказать угрин везде кладет такой вот вещь как правильно назвать то цеплялка для проводов что провода стяжка стяжка для проводов четко как не ожидал я что он будет такой прям оранжевый и ведь прям золотистого такого цвета все это делали по золото достаточно плохо гнущийся достаточно жесткий кабель явно в золотских условиях сделанный ребятенок у меня по моему просил такой да про его характеристики здесь ни слова кроме того что юсб 2.0 и это метровый кабель то пойдет как говорится с пивком потянет запаха постороннего нету что это такое это игрушка для ванны да то есть ребенок и и берет свою ручку черпает водичку одной либо второй стороной и видите здесь дырочки эти дырочки значит через них вода попадает идет по змейке крутит змейку здесь крутит этот шарик и снизу вылезает либо то же самое наоборот насколько это будет ребенку забавно не могу сказать да надо пробовать проверять но в целом как довольно забавная вещь небольшой запах присутствует но ничего такого критичного вроде как нет значит это опять-таки шлейка шлейка для маленькой собачки по качеству вроде вполне не только здесь перед и зад понять по идее вот это сверху надевается все дело на липучке по внешнему виду мне вполне нравится по ценнику цена была гуманная а более конкретно если вас интересует относительно этого товара заходите у меня группа в вконтакте в описании к видео есть ссылка я передам этот товар тому кто его заказывал и он сделает фотография оставит отзыв вечно людей времени хватает отзывов приходится ждать очень интересная посылка как говорится в некоторых местах в некоторых местах это очень сильно будет полезно а когда я говорю в некоторых местах я конечно же имею ввиду места где запрещена мобильная связь в точности это тюрьмы и это армия ну как в армии вроде как разрешена но у тебя забирают дают на связи бывает хочется быть всегда значит что мы здесь имеем значит ребят два варианта крышки первый вариант просто крышка второй вариант крышка надевающийся на ухо и вставляющийся как блютуз телефон размером с блютуз зарядка стандартной микро юсби есть до безобразия все понятно в инструкции ничего интересного не вижу то чтобы включить что сделать то надо кстати даже в таких маленьких телефончиков таких вот маленьких телефончиков наклеечку на аккумулятор надевают чтобы он не садился наклеечку аккуратненько снимем и попробуем его включить я прям чувствую себя каким-то гулливером в стране лилипутов ну смотрите вот сюда вставляется сим-карта и вот так вот он закрывается давайте вместо блютузки поставим вот таким вот образом welcome вставьте сим-карту ну вы знаете размером где-то зажигалку очень маленький симпатичный вполне легко я подозреваю его можно будет спрятать бай-бай ну вот пронести и так далее по ценнику ну стоит вполне гуманно да надо понимать спереди динамика нету динамик идет сзади на выбор соответственно крышка с дырочками и разговариваем либо вот такая вот крышка как как блютуз гарнитуру можно на ухе держать если вдруг вы собираетесь в армию да ну пожалуйста берите если вы вдруг да чё бывает вдруг всякое бывает да вот так вот маленький телефон есть если хотите там какие-то тесты с ним связанные да ну напишите комментарии да хотя чё комментарии то давайте наверное знаете какой комментарии сделаем да давайте его может быть разыграем да в конкурсе сделаем в конкурс разыграем да будет приз вот будет приз вот смотрите можно на ухо надеть защитный вкладыш ну станет вообще совсем хорошо в общем пишите что хотите о нем узнать либо каким образом вы думаете его надо разыгрывать заявляется как в режиме ожидания 120 часов это очень даже да и как mp3 медиа можно прослушивать очень 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 интересная посылка так потихоньку на столе становится свободней давайте вот с коробочкой продолжим вы знаете по-своему интересная на самом деле пашка палочка для себя шик интересно она в первую очередь чем видно вообще где она заканчивается заканчивается где-то там где-то там очень далеко она заканчивается что-то в этом есть длинная палка для себя шик вот меня всегда удивляет как они так симпатично упаковывают потом начинаешь все дело упаковать получается какая-то ерунда полнейшая получается какая-то ерунда и так же красиво ну вот не выходит поэтому я вот аккуратненько так наверное оставлю значит вот такая вот у нас версия если вам интересно action cam hd h9r std вот значит камера потрясающая да то есть ребят у меня такая уже была я даже на нее снимал вы могли видеть как все это дело выглядит в плюсе у нас значится что вот такой вот чемоданчик зарядка аккумулятор запасной аккумулятор зарядка для этого самого аккумулятора вот сюда вставляется аккумулятор и заряжается отдельно вне камеры пульт дистанционного управления на камере есть двухдюймовый диагональ да можно соединять ее по вайфаю и так далее и тому подобное вот за все за это дело всего примерно там четыре с небольшим тысячи рублей по моему это ну вообще не цена за такой комплект очень это получается бюджетненько камера по своим характеристикам ну 4k и 2 и 7k мне ну не особо понравились full hd снимает великолепно рекомендую и помимо того что рекомендую подумаю насчет того что держать ли ее как товар в наличии вот за ней алиэкспресс место становится все больше и больше у меня на столе сейчас еще чего-нибудь распакуем и место будет вообще вагон и маленькая тележка давайте вот например быстренько откроем вот так вот синие сейчас что то по моему под закончились но достаточно быстро придут а включать не буду опять же защитная пленка на аккумуляторе до этого включал все до безобразия понятно все до безобразия просто в плюсе что очень хорошая комплектация то есть это телефон имеет большую диагональ да у него есть сканер отпечатка пальца рожи кожи шик с надрывом но камера единственное не 13 мегапиксель а это интерпретарация или что то в этом духе ну реально 8 и вот она дотягивается до 13 5,5 диагональ 3000 батарейка двухсимочный хороший на самом деле хороший для своей цены аппарат стоит где то в районе 4,5 тысячи наличие стараюсь держать еще один бюджетный телефон который в наличии сейчас есть но судя по всему он будет выводиться в пользу Холмтона судя по всему это у нас Blackview A8 в данном случае это золотой цвет опять же долго рассказывать смысла нету основное что должно интересовать его цена составляет примерно 3800 рублей для своей цены ну это достаточно хороший аппарат в наличии есть если надо пишите отдам по цене Али что может быть в этом пакетике как думаете что вот так вот можно небрежно упаковать подарок есть подарка нет лучше мой подарочек это ты расстроен я немножко отсутствием подарка ну знаете хотя бы на пупырку продавец не пожадничал на этом ему большое спасибо надеюсь не одинакового цвета он их прислал значит что у нас есть в комплекте в комплекте у нас есть кабель зарядка в комплекте у нас есть наушники в комплекте у нас есть сам адаптер никакими примитивными силиконовыми бамперами и прочим-прочим-прочим тут даже не пахнет а может и пахнет а он пахнет давайте принюхаемся да пахнет вот он видите прям сразу на нем силиконовый бампер давайте его наверное снимем видите как он переливается такой прям 3d с шишечкой знаете где-то у нас открываешься чпок-чпок-чпок-чпок-чпок и он у нас открылся вы знаете для кого этот телефон для людей которые хотят более маленький да говорят вот эти вот лопаты пять с половиной шесть дюймов это много мы такое не хотим вот дайте нам что-нибудь поменьше вот специально для них Blackview A5 есть у этого Blackview одна единственная проблема его достаточно сложно найти он вроде у продавца высвечивается а пытаешься его купить ну с этим начинаются какие-то проблемы там то его нету то еще что-то в этом духе в общем вот такая вот беда что там плик-плик так давайте быстренько настройки внутри что-то я не понял вроде что-то такое я впервые по-моему вижу давайте еще раз Мы заходим в язык И вот язык русский Да, язык русский я выбрал Все хорошо, видите, все у нас на русском А, все Все снова хорошо Видите, вот у нас Галерея, все дела Ну, давайте посмотрим Другие цвета К голубому цвету Идет голубой чехольчик Усиливает он Все это дело И к белому у нас идет просто прозрачно Белый тоже, видите, вот такой вот Ну, телефон при такой цене Я не думаю, что он требует Более пристального обзора Поэтому цвета, видите По цене приблизительно 3000 рублей Плюс-минус, надо поточнее посмотреть На этом можно его и убирать И заодно менять аккумулятор Который у меня сел Следующий кадр У вас вот этого всего не будет Продолжим распаковку Вы знаете, очень хорошо На самом деле Когда вот так вот много Упаковок разных, разнообразных Вскрываешь А потом будет время для Того, чтобы послушать ваши пожелания Сделать какие-то тесты У нас здесь Lenovo Vibe P1 58-я версия Цвет золотой Очень даже хорошо У меня, по-моему, на него кто-то Даже стоял в очереди Тут все до безобразия Стандартно Есть 58-я 2 гига оперативки Есть 72-я 3 гига оперативки О, 72-я стоит Там Немногим дороже Если мы берем золотой цвет Если мы берем серый цвет Стоит, ну, шибко дороже Поэтому 72-я золотой 58-я Оба цвета Стараюсь держать наличие Надо Обращайтесь А вот Заодно под эту тему Мы Сейчас сделаем Вот так Я обожаю Вот тут Вот тут Я тащусь С этого покрытия Давайте посмотрим Смотрите Кнопочка Увода В спящий режим В доступе Наушники В доступе Все в доступе По-моему Очень даже Вы знаете Наверное Настолько Очень даже Что Настолько Очень даже Что я оставлю Это на своем телефоне По ценнику Стоит Очень бюджетно То есть Это не Нилкин Который стоит Там по полтысячи Этот Насколько помню Стоит Там в районе 100 рублей Я если не ошибаюсь Могу ошибаться Там 100, 120, 130 Про него в отзывах Говорили Что немножко стирается Ну заодно Мы это и сможем Посмотреть Со временем В целом Я вот С такого Софт-тач По-моему Это называется Просто тащусь Asus Asus вызывать. Пленочку он кладет тут вдогоночку. У Нилкина тоже еще-то пленку клал. Нилкин, Нилкин, Нилкин. Для Lenovo Vibe Shot. Точно, для Lenovo Vibe Shot клали. Видно, да, она такая текстурированная. Логотипчик Нилкин. Вот Нилкин там. Ну, вы знаете, в этом отношении, конечно, потрясающе. Мне очень нравится. Единственное, по-моему, с цветами была какая-то беда. Бампер Нилкин, это вот, наверное, то, что надо. У Асуа Зенфон Макс, у него под кожу задняя крышка, и вот прям вот чехол Нилкин оставляет тактильно приятными ощущениями. У меня всегда возникают сложности со снятиями бамперов. всякие, надеваешь, он прям челк-челк-челк, а вот снять уже некоторое... Что случилось? Некоторая проблема... Я не той стороной вставил-то. Да, все, теперь вставил той стороной. MJ прошивает 82-й, понятной, хорошей прошивкой. А прошивка абсолютно беспроблемная. Все переведено хорошо, можно смело заказывать. Очень даже я доволен. Значит, вот такие чехлы. Касус у меня есть всех цветов, и из инфона есть, опять же, белый и черный. Надо, пишите по цене продавца, плюс 300 рублей пересыл, я вам отдам. Ну, либо самовыва смазка. Знаете, почему я не радуюсь этим наушникам? Потому что с меня лоха сделали. С меня сделали лоха. Каким образом? Покупал я все это дело на 11 ноября. Покупал я все это дело на 11 ноября, и перед покупкой, соответственно, у меня в желание, я вгонял подходящие вещи, которые, ну, мне там интересно было бы купить непосредственно на 11 число. В том числе и в этом списке был вот этот телефон. В этом списке был вот этот телефон. И когда наступил 11 сентября, о, не сентября, а ноября, извиняюсь, начала договориться, тут этого нету, того нету. В общем, все китайцы решили, что они самые хитрые, умные и так далее, тому подобное, что не соответствует действительности. В общем, я его купил с флешкой. Вариантов купить без флешки не было, я купил с флешкой. При всем при этом, флешка эта обошлась мне в 2000 рублей. 16-ти гиговая флеш-карта мне обошлась в 2000 рублей. Мы видим то, что здесь не флешка, а наушники. Причем наушники, судя по двум колечкам, только для того, чтобы слушать, говорить с помощью них будет нельзя. И, видимо, с этим продавцом мне придется поспорить. Открывайся. Открывай, ворота! Как тебя открыть? Китайцы. Вот у китайцев раньше были какие-то эти головоломки. Вот это, видимо, с тех головоломок осталось. Вот как открыть? Сволочь, открывайся! Понимаете, самое интересное, это надо сделать на камеру, вдруг там чего-то не хватает. Какая-то вот... Что-то он туда запихал, явно лишнего, перекосил упаковку, судя по всему. Вот он. Не хочет открываться. Но я это сделал. Я это сделал. Теперь телефон не хочет униматься. Что ж такое-то? Что мы видим? Мы видим то, что... Ну, вот этот переходничок еще худо-бедно на что-то похож. Так не играю. Как-то вот... Это в корне неправильно. То есть вот... Вот он в силиконовом чехольчике, да? На сканер отпечатка пальцев. Вот глазок камеры закрывался. Давайте попробуем его включить. Раз. Вот второй телефон, который был куплен на 2 с лишним тысячи дороже, потому что серый цвет, он существенно дороже, чем золотой. И нету флеш-карт на 16 гигабайт. Мне вроде как бы не нужна. Меня лоханули. Прям вот капитально меня лоханули. Так быть не должно. Поэтому предвзятость к телефону у меня не должна появиться. Ну, вы знаете, по исполнению, по исполнению мне все нравится. Да, то есть у нас с ключиком вынимается все это дело. Комплеточек ключик-то должен быть, наверное, да? Эти не предъявишь этому гаду ничего, да? Смотрите. Бах, пожалуйста. Пожалуйте. Флеш-карта на 16 гигабайт. Самсунг. Ой, блин. Десятый класс, все дела. Да. Предъявить ему ничего не получится. Вот этой стороной к экрану. И что мы видим? Вот то, что мне не нравится. Да, здесь вставляются две сим-карты разного размера. А либо флеш-карта. То есть вот одно из двух. Либо вторую симку вставляй, либо флешку. Учитывая, что у него встроенной памяти 16 гигов, ну и там какая-то часть, естественно, будет подъедаться встроенными какими-то вещами. Ну, это, по-моему, неправильно. Так, давайте пойдем в настройки. Не понимаю, как эти вообще компасы могут работать. Да, но при всем при этом My Remote без перевода. Ну, знаете, достаточно интересно камера здесь выглядит при всем. При этом телефон приятен в руке. Золотой, значит, сзади золотой, сбоку золотой и спереди. Видите, тоже золотой. Так, давайте посмотрим. Ну, как-то вот привык я вниз, то, что дальше можно, да, открыть. Здесь этого нет. Значит, Redmi 3S, Android 6.0.1, Global 8 стоит, MIUI 8 ядерный, 1.4 ГГц, оперативочки 2 ГГц, памяти, ну, от 16 у нас остается 9.33 здесь, 9.45 здесь. Вот тут интересный вопрос, да, куда все это дело делалось. Ну, в остальном все одинаково. Опять же, ребят, да, хотите какие-то тесты по этому телефону, напишите. Я их постараюсь сделать, провести и показать их вам. В целом, что-то не выключаешься, выключаешься. В целом, ну, очень даже интересный телефон. На самом деле, Xiaomi выглядит прям, честно, прикольно. И добротно. Остается нам распаковать большую упаковку, поэтому сейчас это из кадра исчезнет, появятся те коробки. Вот беда какая. Не вмещаются коробки даже в кадр. На самом деле, здесь не столь интересные вещи. Ну, мне их надо распаковать на камеру, поэтому я это и делаю. Вы, кстати, скажите, смотрели ли вы ролики с анекдотами? Вот, собственно говоря, из-за вот этих вот посылок я обиделся на... Ну, не обиделся, а разозлился на этого продавца. Сейчас вам расскажу поподробнее. И вообще в камеру ничего не влезает. Вот, давайте расскажу все-таки, что произошло. Ну, видите, да, там две огромные коробки. Две огромные коробки как-то он тут, наверное, подсвет. Давайте попробую сейчас их отложить. По-хитренькому. Это у нас было голд. Так, лишнее. Давайте кинем на пол. Потом разберемся. Так вот, чего я на него разозлился? Заказываю я, значит, у него... Ну, а надо понимать, что, да, зачастую блогеры, популярные во всяком случае блогеры, они получают что-то бесплатно, а то и на тебе к этому денег, ты расскажи, какое это хорошее. В моем случае я все покупаю за свои деньги, да, для того, чтобы это либо перепродавать, либо просто для того, чтобы сделать обзор. поэтому у меня нет никакого, ну, никакой необходимости рассказывать, какое это классное, если это на самом деле не классное. Смысл просто отсутствует. Собственно говоря, вот все его цвета. Белый, золотой, черный, серебряный. Колонка, ну, ребят, да, для ее распродажной цены там 1100, ну, очень даже неплохо. Я взял себе большую, ABS-2, большая, у меня теперь будет для ноутбука, она вообще великолепна, совершенно иначе звучание начинает. Расстроил меня продавец чем? Ну, вот я купил у него 20 колонок, ну, это немало, да, то есть он сэкономил тем, что он мне это отправил двумя большими коробками, ну, одна маленькая, это 21-ая. Вот, я у него заказал и говорю, дружище, я говорю, не торгуюсь ничего, да, я буду рад, если ты мне там какой-нибудь подарок положишь. А он говорит, а у нас, говорит, не предусмотрены никакие подарки, и смайлик такой, голову мне гладит. Меня что-то как-то это подзбесило, а перед этим вы видели с наушниками, да, ситуация, это все тот же самый продавец, Blue Radio, ну, как, вот, упаковано красиво, да, дарить не вопрос, а качество внутри исполнения, ну, выглядит все красиво, звучание, ну, вполне хорошее звучание, то есть это не там high-end, high-fi, да, ну, вполне добротные, неплохие колонки, которые, ну, реально ты покупаешь, ты понимаешь, что тебе придет, да, второй плюс доставка из России, то есть вот, если бы не безумная логистика, которая 29-го числа у меня уже должно было быть, да, вот, оно у меня пришло 6-го числа с горем пополам, ну, так быть не должно, это вот с ДЭК, у них там произошел какой-то сбой, в общем, ну, так добегают они там прям буквально 3-4-5 дней, а не у вас, ну, как бы, и за эту цену, ну, это очень даже хорошо, в магазин пойдете, это будет стоить, по идее, больше, распаковывать, включать, наверное, не буду, в предыдущих видео вы это видели, если хотите, чтобы распаковал, включил, ну, я могу это сделать еще раз, распаковать, включить, от вас, группа ВКонтакте, заходите, что-то покупали, оставьте свой отзыв, о купленном товаре, будет розыгрыш, оставили отзывы, посмотрели чужие отзывы, возможно, написали мне, что бы вы хотели увидеть на обзорах, вот, пишет мне человек, подоел, ну, слушай, да, дружище, я достаточно большое количество времени тратишь на то, чтобы найти что-то интересное, да, реально интересное, то есть, зачастую, там, блогеры могут сделать, что там, 10 топ вещей для чего-то, ну, и взял, там, чисто картинки показал, реально, какого качества придет товар, большой вопрос, ну, вы хотите картинки, чтобы я вам показывал, ну, по-моему, это нечестно будет, да, и неправильно, бесплатный посредник, ну, худо-бедно кто-то, там, начинает заказывать, соседи мои у меня заказывают, приходят, распаковываю, показываю, ну, надо понимать, что там, достаточно большое количество денег, во все это вбухано, поэтому, ну, несложно, репосты, лайки, комментарии, говорят о том, то, что вам это интересно, ну, там, либо что-то надо поправить, подсказки какие-то, да, там, закажи то-то, то-то, ну, опять же, да, почему нет, хочу я это видеть на обзоре, хочу видеть обзор так, хочу там узнать о том, о сём, колонки эти у меня в наличии, наверное, вам даже не нужны с доставкой из России, они и так быстро прибегают, это на Новый год, на подарки были куплены, а, значит, видео за всем, я думаю, можно заканчивать, посмотрите раздел анекдоты, там, пошлые матные анекдоты, продолжать ли мне их рассказывать, оставьте комментарий, ну, и до скорых встреч, всем всего! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok